640 килобайт хватит каждому. Эту фразу достаточно часто приписывают создателю компании Microsoft Билу Гейтсу. Но это не точно. Однако уже давно прошли времена, когда эта фраза, это высказывание могло быть хоть сколько-то актуальной. Современные компьютерные программы это сложнейшие информационные системы, в которых взаимодействуют тысячи, иногда даже десятки тысяч различных сущностей. И при том все это жестко ограничено конкретным поведением, конкретной бизнес-логикой, правилами, условиями. И такой даже, казалось бы, простой и логичный процесс, как создание новых сущностей, новых экземпляров классов, может в такой системе быть не таким уж и простым. И для того, чтобы как-то упорядочить и контролировать данный процесс, можно использовать паттерн Абстрактная фабрика. В этом видео мы подробно рассмотрим идею и реализацию данного паттерна на языке программирования C-Sharp. А также обсудим плюсы, минусы, когда его нужно использовать, а когда нет. Напомню, что в предыдущем видео из данного курса мы рассматривали другой порождающий паттерн. Это фабричный метод. И даже по названию можно понять, что они достаточно тесно между собой связаны. Поэтому рекомендую вам перед просмотром данного видео освежить в памяти, либо посмотрев видео по ссылке в описании, либо по подсказке в правом, либо по подсказке в правом верхнем углу можете также его найти. По сути, Абстрактная фабрика это такой фабричный метод на максималках. То есть она нужна для того, чтобы объединять, группировать фабричные методы семейство взаимосвязанных объектов для более удобного и логичного порождения новых экземпляров. Ну сейчас мы это все подробнее рассмотрим. А перед началом видео буду очень рад, если поставите свой большой палец вверх, поддержите этим развитие канала, а также подпишитесь и включите колокольчик, если все еще этого не сделали. Поехали! Итак, начнем, как всегда, с примера. Представь, что ты устроился работать на завод. Но не просто на завод, а в какой-нибудь центре информатизации производства автомобилей. И так как любая компания стремится к тому, чтобы экономить деньги, чтобы меньше тратить и больше зарабатывать, для них хорошей идеей будет использование компьютерного моделирования для прототипирования будущих автомобилей. То есть производство, создание физического прототипа автомобиля, чтобы проверить его свойства, это долгий, дорогой и сложный процесс. А создать компьютерную модель намного дешевле, быстрее и есть возможность протестировать большое количество вариантов, большое количество моделей автомобилей до того, как тратить деньги на создание реального прототипа. Вот именно такую задачу тебе и ставят. Давай сформулируем ее чуть более конкретно. Тебе нужно сделать упрощенную модель автомобиля, которая будет позволять рассчитывать запас максимального хода в зависимости от количества топлива и расхода. То есть у тебя есть три основных комплектующих. Это двигатель, топливный бак и корпус. Двигатель отвечает за максимальную скорость и расход топлива. Корпус отличается аэродинамику и максимальный возможный вес автомобиля. А топливный бак отвечает за запас хода. И тебе необходимо рассчитать и как-либо визуализировать движение автомобиля в зависимости от скорости, сколько он проедет километров. Ну что, давай начнем с просмотра базовой реализации, которая нам может прийти первая в голову, как только мы получили это задание. Я заранее уже реализовал данный код, чтобы не тратить время, поэтому мы сейчас быстренько пробежимся по уже написанному коду. Разберемся и посмотрим, как у нас есть. Все исходники, естественно, доступны в открытом доступе на GitHub. Смотрите ссылочку в описании. Заходите, изучайте код. Думаю, будет полезно. Итак, у нас решение разделено на два проекта. Это бизнес-логика, которая нас в основном и будет интересовать, и непосредственно визуализация с помощью WinForm приложений. Постараюсь максимально коротко рассказать все, что у нас есть. Разделено на три папки. Base Implementation — это вот эта базовая реализация без использования паттерна абстрактная фабрика. Base Abstract Factory — это общий шаблон, общая идея паттерна абстрактная фабрика. Мы к этому подойдем чуть позже. И Abstract Factory Implementation — это реализация вот этой конкретной задачи с производством прототипов автомобилей с помощью абстрактной фабрики. Пока смотрим на базовую реализацию. Итак, у нас есть класс, основной, кар, машина, автомобиль, который состоит из трех составных частей. Это корпус, двигатель и топливный бак. Также есть дополнительные вспомогательные свойства, которые у нас должны быть в нашей предметной области. Здесь все достаточно легко, просто, прокомментировано, так что сложности быть не должно. Для визуализации движения у нас есть событие муфт. Муфт означает то, что автомобиль был в движении 1 час и прошел какое-то расстояние. Далее создание нового экземпляра автомобиля и также старт, начало движения автомобиля, в которой мы передаем нашу желаемую скорость, с которой хотим, чтобы автомобиль двигался. И автомобиль начинает свое движение до тех пор, пока не закончится все топливо у него в баке. После этого автомобиль будет остановлен и мы получим конечный весь пройденный путь. Каждый час движения у нас будет отображаться, обновляется положение автомобиля напрямой. И как раз таки вот это движение, один шаг автомобиля за час, у нас вычисляется чуть более сложно, чем простым делением. У нас есть определенные коэффициенты, которые влияют на фактическую скорость автомобиля. Это как раз таки на аэродинамика корпуса и от того, если в автомобиле полный бак, то соответственно автомобиль тяжелый, скорость у него будет чуть меньше. Если бак почти пустой, автомобиль легче, значит скорость будет чуть больше. Мы запрашиваем необходимое количество топлива, умножаем на множитель, то есть если у нас все необходимое топливо в баке присутствует, мы возвращаем множитель к единице. Если же в баке топлива недостаточно, допустим вместо 10 литров только 5, то вернется множитель 0,5. Соответственно пройдется не весь путь, а только часть от него, половина. Ну и для удобства приведения к строке. Теперь составные части нашего автомобиля. Корпус, наименование коэффициент аэродинамики, здесь тоже все достаточно просто, а никакой особой сложности нет. То есть у нас все тривиально. Двигатель отвечает за максимальную скорость и за потребление. Формула вычисления потребляемого топлива в зависимости от скорости представлена здесь. Она просто подобрана приблизительно по коэффициентам, чтобы соответствовать прямой, когда минимальное потребление будет около 90 км в час. Все что больше, все что меньше будет выше. Соответственно я понимаю, что это не совсем правильно, но для простоты нашей реализации я думаю вполне подойдет. И наконец топливный бак. Здесь запас топлива, который у нас есть и вычисление вот как раз таки множителя за счет полноты бака и постепенный расход топлива. Вот как раз таки когда у нас есть необходимое количество топлива, мы просто вычитаем его из бака и возвращаем единицу. Если же топлива недостаточно, мы опустошаем бак до конца и вычисляем коэффициент, пройденный в зависимости от того, сколько в баке было топлива. Теперь немного по визуализации. Это windows форм приложение. Выглядеть оно будет примерно следующим образом. Давайте посмотрим на код. Здесь у нас уже реализовано и для абстрактной фабрики и без нее. Соответственно нас будет реализовать регион с базовой реализацией без абстрактной фабрики. Вот эту часть мы пока тоже можем проигнорировать. Она нам не нужна. Будем представлять, что ее нет. У нас есть картинка, которая прикреплена в ресурсы. паузы. Это простая картиночка автомобиля. Страшненькая вот такая ПНГшка. И задержка паузы для того, чтобы визуализация у нас была не моментальной, а немножко наблюдалось движение. При инициализации мы просто устанавливаем значение. Ничего сложного. Теперь переходим к более интересной части. Мы создаем новый автомобиль. Для этого мы сначала делаем комплектующие. Это корпус, двигатель и топливный бак, задавая необходимые параметры. То есть у нас все это есть заранее. Из этих комплектующих у нас получается готовый к использованию автомобиль. Мы подписываемся на события движения автомобиля и возвращаем автомобиль на свое место. Когда это у нас происходит? Происходит это у нас при нажатии кнопочки базовой. При нажатии кнопочки базовой у нас как раз таки обновится формочка, создастся автомобиль и отправится в движение с необходимой нам скоростью. Скорость, соответственно, к нам приходит из вот этого ползунка, которым мы устанавливаем возможную скорость. Вот. Теперь события. Теперь обработчик события, когда автомобиль находился в движении 1 час и он, соответственно, сдвинулся, сделал шаг. Устанавливаем положение. Как раз таки нам аргументом приходит смещение автомобиля от левого края вправо, насколько необходимо. Поэтому мы просто конвертируем и отображаем картинку автомобиля именно в той точке, где нам нужно, чтобы показать этот процесс. И в конце немножко засыпаем, чтобы у нас не моментально было движение. Очень простая реализация, которая, однако, работает и, в принципе, может что-то уже показать, продемонстрировать. То есть, если мы запускаем автомобиль со скоростью 50 км в час, то видим, что будет пройдено 253 километра. Если же мы сделаем скорость меньше, автомобиль у нас пройдет и расстояние меньше, так как потребление топлива будет больше. И, наоборот, если мы сделаем скорость более большую, то автомобиль у нас пройдет куда больше расстояния. Вот такая вот у нас моделька и она работает. Отлично! Мы все сделали! Довольны! Приходим к руководству, показываем наш проект и, естественно, получаем вагон правок. Так как завод занимается производством как легковых, так и грузовых автомобилей, перед нами возникает задача сделать определенное разделение, разграничение, так как комплектующий, тот же самый двигатель, для легкового и для грузового автомобиля будет работать приблизительно одинаково. Но воткнуть двигатель от грузовика в легковой автомобиль не представляется возможным. И нам необходимо сделать вот это четкое разделение, чтобы комплектующие, работающие, примерно одинаково, были разделены на группы, на семейства. Что-то подходит только для грузовых автомобилей, что-то подходит только для легковых автомобилей. Мы, конечно же, можем пойти самым прямым и простым путем, взять, скопировать код, продублировать, внести небольшие изменения и радоваться жизни. Но, следуя принципу, don't repeat yourself, drive, не повторяйся, этот подход мы, скорее всего, будем отвергать. Потому что, представьте, как в будущем будет сильно разрастаться. И в случае возникновения каких-либо изменений, когда нужно что-то поменять, придется лезть в большое количество классов. И это будет очень большой головной болью и достаточно сложно. Вот здесь как раз-таки нам и пригодится применение паттерна абстрактная фабрика для того, чтобы разделить производство комплектующих для легковых автомобилей, для грузовых автомобилей. И, соответственно, объединить их в группу, чтобы удобно из них собирать готовый автомобиль. Кстати, перед тем, как приступить к подробному рассмотрению абстрактной фабрики и ее реализации, давайте сначала соотнесем между собой фабричный метод и абстрактную фабрику. Назовем их AF и FM соответствия. Мы помним, что фабричный метод позволяет нам порождать различные продукты при условии, что все они реализуют один интерфейс, например, iProduct. Но если у нас будет несколько различных фабричных методов, которые необходимо объединить в одну абстракцию, при этом только некоторые продукты будут сочетаться между собой. Например, продукт А1 работает с продукт B1, но не работает с продукт B2, а продукт А2 работает только с продукт B2. Вот тут мы как раз и сможем выделить конкретные фабрики Factory 1 и Factory 2 для взаимосочетаемых продуктов. А для того, чтобы фабрики были одинаковыми, заранее объявим абстрактную фабрику. А теперь к нашей конкретной задаче. Проще всего проектировать абстрактную фабрику с помощью таблицы, в которой столбцами будут виды транспортных средств, а строками виды комплектующих. Соответственно, на пересечении мы получаем класс, который необходимо создать. При этом, для каждого вида комплектующих будет создан свой фабричный метод и интерфейс. А производимые комплектующие будут объединены в группы с помощью фабрик. То есть, CarFactory будет возвращать нам соответствующие только легковым автомобилям запчасти, а TruckFactory для грузовых. Все ли понятно? Если возникают какие-то дополнительные вопросы, если что-то непонятно, то не стесняйся задавать в комментариях. Я читаю все сообщения и стараюсь отвечать на каждое. Так что, буду рад. Качество кода – один из важнейших критериев при разработке программного обеспечения. Но, каким бы крутым ни был разработчик, от ошибок не застрахован никто. Все мы люди, все мы человеки, все мы допускаем ошибки. Но, к нашему общему счастью, существуют специальные инструменты, которые позволяют нам контролировать качество кода и оптимизировать его на этапе написания. Я говорю о статическом анализе. Статический анализ кода – это процесс обнаружения ошибок и дефектов в исходном коде программ, который можно считать автоматизированным процессом просмотра кода. Примером таких инструментов является PWS Studio. Это инструмент, который ищет ошибки и потенциальную уязвимость в исходном коде программ, написанных на C, C++, C Sharp и Java. Он работает в 64-битных системах на Windows, Linux, macOS и может анализировать код, предназначенный для 32- и 64-битных системах, а также встроенных ARM платформ. Разработчики этого инструмента регулярно проверяют open-source проекты и пишут статьи, в которых наглядно разбирают различные ошибки. Это показывает, что даже опытные программисты, работающие в крупных IT-компаниях, не застрахованы от совершения ошибок. Поскольку требования к качеству кода растут, а ответственность за это несет программист, лучшим решением будет использование таких программ для выявления и устранения ошибок на самом раннем этапе разработки. Скачать и попробовать ПВС-студия можно перейдя на сайт biv64.com, ссылочка есть в описании. Там же в блоге можно узнать много интересного и полезного про статический анализ и программирование в целом. Вы можете самостоятельно оценить данный продукт в действии, это будет бесплатно. А используя мой промокод CodeBlock, вы получите его не на 7 дней на тестирование, а на целый месяц. Переходите, пробуйте и делайте свой код лучше. Теперь давай рассмотрим реализацию данной задачи с помощью паттерна Abstractная фабрика. Заходим в папочку Abstract Factory Implementation и здесь первое, что нас интересует, как раз таки непосредственно сама абстрактная фабрика для производства автомобилей. Здесь мы видим объявлены три фабричных метода для производства отдельных комплектующих автомобиля. iBody это интерфейс для корпуса, iEngine это интерфейс для двигателя и iTank это интерфейс для топливного бака. Что из себя представляют данные интерфейсы? Там наиболее простая реализация. Обратите внимание, что я дополнительно, вспомогательно сделал еще один интерфейс iComponent. То есть это комплектующая, составляющая часть автомобиля. Он не относится к данному паттерну. Это просто сделано для удобства, чтобы не дублировать данный код внутри каждого отдельного компонента. Соответственно здесь просто те вот свойства, которые являются общими для всех комплектующих. Это название, стоимость и вес. И отдельно комплектующие у нас будут для корпуса, в котором задана аэродинамика и возможный максимальный вес. Плюс те компоненты, которые являются общими для всех. Для двигателя будет как раз таки максимально возможная скорость. Плюс вычисление необходимого топлива. И для бака, для любого бака, то есть для легкового, для грузового, непринципиально нам пока. Идет набор свойств и также метод для расходования топлива. Теперь мы можем как раз таки сделать фабрики. Отдельные фабрики для производства. На основе нашей вот этой базовой абстрактной фабрики. Мы можем сделать конкретную фабрику для легкового автомобиля. И конкретную фабрику для грузового автомобиля. Соответствующие у нас будут и фабрики называться. Начнем с легкового. То есть вот Car Factory. Car Factory является наследником интерфейса абстрактной фабрики. Абстрактной фабрики, iFactory, iAutoFactory. В котором у нас просто реализованы данные фабричные методы. То есть для корпуса будет возвращаться корпус легкового автомобиля. Для двигателя будет возвращаться двигатель легкового автомобиля. Для топливного бака будет возвращаться топливный бак легкового автомобиля. Аналогичная реализация, достаточно простая. Будет для грузового автомобиля. Кроме того, имейте ввиду, что здесь могут быть какие-то дополнительные вспомогательные действия. Которые необходимо сделать перед тем, как вернуть непосредственно сам уже готовый корпус, двигатель или бак. И соответственно, теперь для каждой из комплектующих, для каждой группы комплектующих, мы можем посмотреть конкретную реализацию. То есть для легкового автомобиля у нас будут заданы какие-то определенные конкретные параметры. То есть коэффициент аэродинамики будет 1,1. Максимальный вес 985 килограмм. Корпус такой. Стоимость корпуса будет такой. И вес корпуса, соответственно, такой. Для двигателя будут заданы следующие параметры. Плюс будет реализован метод. Обратите внимание, что здесь как раз тоже есть эта формула вычисления расхода топлива. И она как раз таки может отличаться для легкового и для грузового автомобиля. Что в принципе у меня здесь так и реализовано. Если мы откроем здесь, мы видим совершенно другие параметры. Плюс формула у нас также будет достаточно сильно отличаться. Ее показатели. И, наконец, бак легкового автомобиля и бак грузового автомобиля. Соответственно, разные показатели, разные значения. Что я пропустил, я еще пропустил корпус грузового автомобиля. Все достаточно просто. И теперь, смотрите. Очень важно понимать клиент. Клиентом в данном случае у нас будет выступать вот этот вспомогательный класс авто. Автомобиль. Он на самом деле не обязателен. Я его сделал просто для удобства. Чтобы в интерфейсе не пришлось дополнительно там что-то сильно заморачиваться. Поэтому клиентом абстрактной фабрики в данной реализации будет выступать класс авто. Автомобиль. Здесь достаточно много комментариев. Зайдите, почитайте. При необходимости, я думаю, разберетесь. Выполните в режиме откладки. Все достаточно наглядно будет. Что здесь ключевое? На что надо обратить внимание? Обратить внимание надо на конструктор автомобиля. То есть вот этот наш какой-то общий обобщенный класс автомобиля в качестве параметра конструктора будет принимать абстрактную фабрику. У нас, как видите, везде используются не конкретные реализации, а интерфейсы. То есть сюда может быть подставлен как корпус легкового автомобиля, так и корпус грузового автомобиля. Как легковой двигатель, так и грузовой и так далее. И точно так же здесь у нас вызываются абстрактные фабричные методы, которые нам возвращают интерфейсы. И здесь используется абстрактная фабрика. Соответственно, у нас достигается именно та вот универсальность, когда мы можем использовать и на место автомобиля может быть подставлен как легковой автомобиль, так и грузовой автомобиль. При этом, так как они все объединены одной фабрикой, у нас не получится, что в легковой автомобиль зачем-то воткнули грузовой двигатель. У нас они четко разбиты на группы, на семейство. То есть то, что относится к легковому, то, что относится к грузовому. И конфликта никакого возникнуть не сможет. Здесь оставшаяся часть реализации, здесь все достаточно просто. И теперь вернемся в наш графический интерфейс и посмотрим, что у нас здесь будет происходить непосредственно, как это у нас будет визуализироваться. Обратите внимание, что теперь нам интересен вот этот вот член, вот это вот поле. Это как раз таки абстрактная фабрика, экземпляр абстрактной фабрики, который будет управлять нашей системой. Мы сможем менять, как раз таки переключаясь между легковым и грузовым автомобилем, мы будем менять ту фабрику, конкретную реализацию фабрики, которую мы хотим использовать. Просто устанавливая здесь точку. Соответственно, что у нас здесь происходит? При нажатии на кнопку запуска автомобиля с помощью абстрактной фабрики у нас происходит следующее. Мы создаем автомобиль с помощью абстрактной фабрики, подписываемся на событие и запускаем его. Все достаточно просто и логично, но обратите внимание, что у нас в создании автомобиля идет именно абстрактная фабрика. Нам не нужно будет при необходимости добавить, допустим, мотоцикл, не нужно будет ничего переписывать. Принцип события точно такой же, то есть по каждому шагу двигатель у нас потребляет какое-то количество топлива и перемещает автомобиль от начала координат в заданную точку. И единственное, что у нас как раз таки здесь будет происходить необычного, это будет изменение конкретной фабрики. То есть какая именно фабрика, конкретная, легковая или грузовая, будет подставлена на место абстрактной фабрики. Либо это легковой, либо это грузовой автомобиль. Соответственно, у нас точно так же будет и меняться движение теперь легко. То есть так мы произвели легковой автомобиль, так мы произвели грузовой автомобиль. Это достаточно легко, просто и при этом, как видите, не требуется никаких дополнительных действий. Заметь, что теперь мы совершенно спокойно можем создавать новые виды транспортных средств. Если нам потребуется добавить мотоцикл, нам будет достаточно реализовать фабрику для производства мотоциклов, конкретный двигатель, конкретный корпус и бак для мотоциклов и все. То есть мы просто подставив на место абстрактную фабрику, фабрику для производства мотоциклов, не будем переписывать никакой интерфейсный код вообще в принципе. Мы полностью от этого абстрагировались и совершенно спокойно можем расширять нашу производственную линию так, как нам потребуется. Теперь давай перейдем к более формальному и точному определению абстрактной фабрики. Начнем с рассмотрения e-mail диаграммы. Абстракт-фактори объявляет интерфейс для создания семейства взаимосвязанных или родственных объектов. Конкрет-фактори 1, конкрет-фактори 2 – конкретные производители семейств продуктов. Абстракт-продукт А, абстракт-продукт Б – виды продуктов, которые будут использоваться клиентам для выполнения своих задач. Продукт А1, продукт А2, продукт Б1, продукт Б2 – конкретные типы продуктов. Клайнт – клиент фабрики, который получает конкретные продукты для реализации своего поведения. Абстрактная фабрика – это порождающий паттерн, предоставляющий возможность создания семейства взаимосвязанных или родственных объектов, не специфицируя их классов. То есть, мы определяем интерфейс для создания взаимосвязанных объектов без необходимости реализации конкретных классов. Базовая реализация абстрактной фабрики будет выглядеть следующим образом. Заходим в папочку Base Abstract Factory и видим набор классов, соответствующих нашей E-mail диаграмме. Абстракт Factory – это общий интерфейс любой фабрики, в котором заданы фабричные методы. Далее, у нас есть на основе абстрактной фабрики, есть конкретные фабрики, то есть, Concrete Factory 1, Concrete Factory 2. Они занимаются производством конкретных конечных продуктов. Видите, нам возвращается продукт А и продукт Б. Но для данной фабрики, для Concrete Factory 1, будут возвращаться продукты А1 и Б1. Для фабрики 2 будут возвращаться продукты А2 и Б2. На основе как раз-таки наших продуктов. Абстрактный продукт А и абстрактный продукт Б. И в конечном счете у нас есть клиент, который как раз-таки и пользуется всеми преимуществами абстрактной фабрики. Он не связан с конкретной реализацией, он связан только с интерфейсом. На месте абстрактной фабрики может быть любая конкретная реализация фабрики. И если нужно будет поменять одну фабрику на другую, не нужно будет переписывать никакой код клиента. Вот основное преимущество, основная идея паттерно-абстрактная фабрика. Просто абстрагироваться от деталей реализации. Мы взаимодействуем с интерфейсом, а как именно оно будет реализовано в дальнейшем, нас не волнует. Это ложится уже на плечи конкретных других классов. Теперь давайте обсудим плюсы и минусы использования абстрактной фабрики. В первую очередь хочется сказать, что абстрактная фабрика расширяет функциональные возможности фабричного метода, позволяя группировать, объединять продукты и гарантировать их взаимосочетаемость. То есть мы в легковой автомобиль никогда не ваткнем топливный бак от грузовика, потому что он туда просто не поместится. Абстрактная фабрика в какой-то степени хорошо соблюдает принцип открытости-закрытости. То есть нам нет необходимости переписывать код, если мы захотим создать новый конечный продукт. Захотели добавить мотоцикл, создали новый класс фабрики для мотоцикла и комплектующий для него. Никакой другой клиентский код переписывать не нужно. Но почему я уточнил, что только в какой-то мере соблюдается принцип открытости-закрытости. А как раз таки дело в том, что если мы захотим добавить какую-то новую комплектующую, допустим еще колеса. Изначально мы не предусмотрели в нашей модели использования колес, но в дальнейшем потребовалось это внедрить. То здесь принцип открытости-закрытости кардинально нарушается, потому что придется переписывать все имеющиеся реализации абстрактных фабрик. И вносить изменения в каждую абстрактную фабрику и возможно в другие классы других зависящих деталей. Так что здесь нужно быть заранее к этому готовым и рассматривать все возможные комплектующие. Еще хорошим плюсом является то, что благодаря абстрактной фабрике мы изолируем, абстрагируем наш клиентский код от деталей реализации. Как вы сами заметили, мы работаем с интерфейсами, мы работаем с абстрактной фабрикой и какой конечный продукт будет произведен, клиенту на самом деле вообще не важно. Он обращается к каким-то доступным методам, которые определены в интерфейсах, а детали реализации это вот где-то там на потом вообще не интересует. Это удобно и позволяет при необходимости расширять и менять наше поведение в приложении, так как нам потребуется. Без необходимости лезть, переписывать, перекомпилировать код. Но, как и у всего в этом мире, у абстрактной фабрики есть и недостатки. И первое, что вам скорее всего бросилось в глаза, это наличие огромного числа классов. То есть в нашей базовой реализации было всего 4 класса, здесь же для реализации с помощью абстрактной фабрики количество классов увеличилось в 3 раза. И это действительно так, использование абстрактной фабрики там, где в ней нет необходимости, только усложнит и сделает код менее понятным, менее читаемым. В небольших проектах использовать ее не рекомендуется, за редким исключением. То есть смысл абстрактной фабрики это упорядочить уже большое количество имеющихся классов. Но создавать, плодить классов только для того, чтобы выполнить данный паттерн, совершенно нет никакой необходимости. Ну и то, что я сказал ранее, что если нам потребуется ввести какую-то новую дополнительную комплектующую, то придется переписывать все имеющиеся реализации конкретных фабрик. Ну что, давайте подводить итоги. Рождающий паттерн абстрактная фабрика позволяет формализовать процесс создания новых экземпляров класса путем создания фабрик. Фабрика занимается тем, что из всего обилия возможных комплектующих выбирает те, которые хорошо сочетаются между собой и отлаживает, налаживает процесс выпуска экземпляров этого класса. Благодаря этому мы не ошибемся при создании сложных, состоящих из большого числа компонентов, типов. И к тому же предоставить удобный интерфейс, благодаря которому мы можем как заменять производимые типы, так и достаточно легко непосредственно создавать сами экземпляры. Но, естественно, кроме этого остается огромный простор для расширения возможных фабрик и комплектующих. Таким образом, использование абстрактной фабрики оправдано, когда мы заранее знаем весь имеющийся список будущих компонентов. Ну, по сути, абстрактных продуктов. И этот набор компонентов не будет расширяться. Кроме того, есть четкое, однозначное разделение на семейство взаимосвязанных объектов. То есть, как раз-таки фабрики и комплектующие для этих фабрик. И как раз-таки вот эти вот семейства могут расширяться. Они либо изначально неизвестны, либо их количество будет расти со временем. Весь исходный код проекта ты можешь найти в моем гитхабе, как я и говорил ранее. А также можешь почитать в моем блоге статью, где я также на другом примере рассматривал использование паттерна абстрактной фабрики. Все ссылочки найдешь в описании. Кроме того, не забудь подписаться, включить колокольчик, потому что это очень важно. Если есть какие-то вопросы, что-то непонятно, пиши в комментариях, не стесняйся. Буду рад, если поставишь большой палец вверх. Это поможет развитию канала. И не забывай, что есть группа ВКонтакте, Телеграм-канал. А еще появился... Ну, как появился? Я решил его возродить. Мой Инстаграм. Сейчас я периодически публикую туда фотографии. Думаю, тебе будет интересно. Ну и, естественно, огромная благодарность всем тем, кто поддерживает меня на Патреон. Твой крутой. На этом все. С вами был канал Котблок. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин